В первую очередь, самое главное, всем сохранить спокойствие. Самый лучший совет, то есть паниковать не нужно. Ситуация отслеживается разными органами, с разных сторон видится. Мы прекрасно видим, что на самом деле на сегодняшний момент ситуация улучшается, улучшается хорошими темпами и довольно-таки продолжительное время. Поэтому нужно быть спокойным. Те меры, которые школа администрации принимает, там, разграничение по расстоянию, правильное нахождение, нахождение в коридорах, там, еще какие-то другие меры, да, их нужно воспринимать как приказ. Опасность заболеть сохраняется всегда. Человек всегда может заболеть, но сейчас уже наработан опыт по борьбе с этой инфекцией. И можно с уверенностью сказать, что у детей данная инфекция протекает в более легкой форме. То есть если мы видим, что ребенок у вас заболел, за температурю, не надо его везти в школу и ждать, когда его отстранят в школе. Ребенку с собой, если ребенок у вас здоровый, то те же самые простые средства, как средства для беззараживания рук, допустим, можно с собой бутылочку деть. Да, детям это даже интересно. Мы должны помнить, что одна и та же маска действует всего лишь полтора-два часа более эффективно. Потом ее эффективность снижается к нулю, а вернее сказать, даже уходит в минус. Она становится даже опасно. Любой лекарственный препарат, любое лекарственное средство, которое внесено в реестр, лекарственное средство Российской Федерации, должно назначаться и лечение им контролироваться с помощью, поднаблюдение врача, специалиста. То есть самостоятельно идти, покупать в аптеку иммуномодулятор, иммуностимулятор, еще какие-нибудь иммунные препараты, какие-то специальные препараты, которые там планируют у нас или повышают иммунитет. Я категорически бы не советовал. Все препараты имеют, кроме полезных своих действий, имеют в том числе и много побочных. Я не хотел бы ставить эксперименты без основательных на детских организмах. На самом деле, чтобы у нас детский организм хорошо развивался, и хорошо рос и сопротивлялся инфекции, которую мы все равно предотвратить не всегда можем. Нужно помнить простые вещи. Хорошо откормленный ребенок, хорошо напоенный ребенок и хорошо выспавшийся ребенок – это здоровый ребенок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!